Жизнь современного общества невозможна без использования энергии. Стандартными источниками ее являются нефть, газ и уголь. Однако запасы этих полезных ископаемых неминуемо сокращаются, да и при сжигании в атмосферу выбрасывается углекислый газ, который в свою очередь приводит к потеплению климата. Вся промышленная революция началась именно с использования угля в качестве источника энергии, все эти паровозы и так далее. Это все уголь. Потом где-то уже в первой половине 20-го столетия к этому добавилась нефть, а потом к этому добавился еще и природный газ. Вот можно считать, что таких три энергоперехода уже случились. Считалось, понятно, что с выбросами загрязняющих веществ связаны неприятности, особенно с выбросами загрязняющих веществ, вот сжигание угля. Если выбросы не фильтровать, то это оседает в легких и так далее. Это и канцероген. Есть еще один очень важный и не сразу замеченный эффект. Это выброс в атмосферу, казалось бы, без обидного углекислого газа. Углекислый газ еще и оседает в атмосфере. И усиливает то, что называется парниковый эффект. Загрязнение атмосферы и выбросы в окружающую среду ядовитых отходов приводят к смерти почти 9 миллионов человек в год. Если мы будем смотреть именно с точки зрения воздействия сжигания ископаемого топлива на климат, то здесь надо, конечно, искать альтернативу не в установке электрофильтров или каких-то других систем на конце трубы, а именно замену топлива или замену источников энергии. Это то, что называется низкоуглеродные источники. Прежде всего, конечно, из того, что мы сегодня используем, это гидроэнергия. Тоже вы там ничего не сжигаете. Но с гидроэнергетикой связаны две неприятные вещи. Одна неприятная вещь – это вы затапливаете огромные территории, а другая – потенциальная неприятность. Это как раз сами вот эти водохранилища, которые теоретически могут выступать источниками выбросов метана. А метан – это тоже парниковый газ, поэтому особенно злоупотреблять гидростанциями не нужно. И из других альтернативных, которые мы сегодня используем, конечно, стоит назвать атомную электростанцию АЭС. Солнце и ветер. За последние 20 лет солнечная генерация удушевилась в десятки раз. Использование альтернативных видов энергии – это вопрос не только государственного решения. Последние годы стало модным использовать такие виды получения энергии и в частных домах. И это отличная тенденция. В частных домах можно размещать разные источники, только микро. Лучше всего, конечно, это солнечные станции. Они могут быть кровельного размещения, то есть на крыше, или на стенах. Есть и ветрогенераторы. Только тогда они не с лопастями, как вентилятор, да. Они обычно крутятся вот в горизонтальной плоскости, как бы, да. Их тоже можно размещать на крыше. С вами был Павел Дикон и программа «Евразия. Познаем вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова